Вот уже второй день Ставрополь атакует порывы сильного ветра до 24 метров в секунду. Повалены деревья, сорваны металлические конструкции, заборы, а в некоторых местах и крыши. Не уцелела даже новогодняя елка. Какой ущерб уже нанесла стихия и стоит ли ждать продолжения неприятных погодных сюрпризов? Наш корреспондент Анастасия Зубрицкая при съемке сюжета с трудом удерживалась на ногах. На этом месте возле цирка еще вчера стояла красивая новогодняя елка. В результате сильного ветра у нее поломался ствол и спасателям пришлось дерево полностью убрать. Владимир больше переживает не за праздничный символ, его в ближайшее время установят заново, а за любимое дерево рядом с собственным домом. Абрикос на этом месте рос целых 30 лет, но перед сильным порывом ветра накануне вечером не устояло, даже дерево сторожил. Я никогда не думал, что это абрикос, он может быть упасть. Вот такой ветер был, вот видите, покажите, вот корни, вот смотрите. С корни он снял, такой ветер был. Это просто чудо, что никто не пострадал, когда дерево упало прямо на дорогу, добавляет мужчина. Массивный ствол с большим трудом оттащили на газон автолюбителям. В середине дороги стоял, один человек, наверное, умный был, он взял, дорогу освободил, он его потянул туда положил. В результате ветра досталось и автомобилям, что стояли здесь, на парковке на площади Ленина. Вот эти железные ограды сносило прямо на них. Фотография одной из первых пострадавших уже вечером появилась в соцсетях. Здесь же и другие кадры последствий стихии. Вот лист металла остановился в своем падении в считанных миллиметрах от припаркованного автомобиля. Вот покосившиеся светофоры и вырванные из земли дорожные знаки. Больше всего лайков у этого снимка. Массивная ветка Ивы упала прямо на легковушку. То, что ветер оказался не бывало сильным, даже для Ставрополя подтверждают и в Краевой аварийно-спасательной службе. За два дня ее сотрудники совершили 12 выездов. Нам пришлось демонтировать на одном из жилых домов часть ограждения балкона, который мог упасть на тротуар или на проезжую часть дороги, ну и принести соответствующие неприятности. Кроме этого, вы знаете, у нас дерево упало на автомобиль, нанес достаточно серьезные повреждения этому автомобилю. Виной такой непогоды в Крае стал циклон. Пик его активности 24 метра в секунду, как сообщают синоптики, уже прошел. Ветер уже уменьшается и к середине недели должен совсем ослабеть. В течение дня 9 декабря он повернет на северо-восточный и ослабеет до 6-11 метров в секунду. Но между тем похолодает. Предстоящие ночи столбики термометров опустятся до 0-3 градусов. Завтра днем будет минус 1, плюс 4. Впрочем, несмотря на позитивные прогнозы, спасатели просят не расслабляться, ведь сезон непогоды и ветров только начинается. Анастасия Зубрицкая, Валерий Сизонько, Ставропольское телевидение.